Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Брассом Универсом. Сегодня мы снимем видео про правильный подбор подборной формы. Надеемся, что вам понравится и поможет это видео подобрать спортивной формы. Надеемся, что вам поможет этот подбор. Первое, что вам надо, это хорошее качество. Не важно, Adidas, Nike, Puma. Главное, чтобы было хорошее качество. Вот это полиэссор или это будет обычная ткань. Вот, например, у меня есть обычная Adidas в маеке, я в ней хожу на тренировку. У нее хорошее качество. То есть в ней действительно приятно бегать. Ткань дышащая. Или можно взять полиэссоровую профессиональную маеку. Такую маеку или в обрез, не важно. Например, Adidas. Тот же самый Adidas, который вы можете взять хорошего качества. Полиэстер, который будет распределять ваш пот, и чтобы ваше тело не потело, и чтобы вам было комфортно в нем бегать. На маеке тут очень, ну, такой, начек Adidas такой. В общем, и тогда вам будет действительно удобно. То есть с потораспределителем вам нужна маека, чтобы вам действительно было комфортно в ней бежать и заниматься своей тренировкой. Ну, будь то Nike, Huma или Adidas. Вас советуйте с консультантами, какая форма будет действительно лучше для того, чтобы ходить на тренировки. С специалистами можете разобрать, какая форма будет, чтобы интереснее. И чтобы действительно в ней хорошо было бегать. Ну, или вообще любым спортом заниматься. То есть хорошее качество футболки. Второе. Это удобство. Удобство это тоже очень важная часть, потому что если майка на вас не сидит, то вы действительно в ней будете как болтаться постоянно, непонятно. Вот, например, вот эту майку я выбирал вообще, чтобы удобно в ней действительно было, Adidas. У меня есть еще одна майка Polyester, вот в ней тоже удобная. Но вот мне, вот действительно, она на мне сидит хорошо, она ко мне прилегает. И это действительно помогает, вот мне, например, бегать мне помогает. Или там подтягиваться, выполнять упражнения. То есть действительно комфортно. То есть выбирайте форму по себе. Давай, Ванька, и сейчас мы вам покажем еще. Вот, например, полиэстеровая майка. То есть профессионально Adidas. Правда, она старенькая уже, но ничего страшного. Вот такой полиэстер должен быть. Да. Еще шорты. Шорты. Но это уже не очень обязательно. Так, ну и, конечно же... Еще костюмы есть вот такие. Да, ну, не важно. В общем, чтобы... Да, потом следующее. Это костюмы, да. То есть костюм. Тоже можно полиэстер брать, можно ветровку. И еще важно, чтобы ваш не продуло. Если продует, то как бы это и заболеть можно. Но выбирайте желательно вот Adidas и Nike. Чтобы вам было... Потому что у них расширеннее. Есть еще Puma хорошая. Но выбирайте по себе. То есть не надо там, не важно. Adidas, Puma. Главное, чтобы было хорошее качество. Чтобы на вас прекрасно сидело. И чтобы вам было комфортно. Вот. Ну, вот такой вот костюмчик у нас есть. В нем действительно уютно. Следующее. Очень важно. Это обувь. Обувь должна быть желательно с выступами на ноге. Чтобы можно было бежать, там не поскользнуться, ничего. Чтобы, ребятам, ну, нога вот, ну, все, размера. Там не то, что же, ребятам, жмется. Да. Выбирайте по размеру. Это все, наверное, знают. Очень важно, чтобы хорошо сидел носок и пятка. И чтобы пятка у вас действительно была прижата. Выбирайте себе обувь. И чтобы вам было удобно, например, бегать. И выполнять другие упражнения. Чтобы обувь не слетала, а четко сидела на вашей ноге. Если на пятку подавить, то будет неудобно бегать там. Да. В общем, вот так. Можете даже записать. Еще раз пересмотреть это видео. И записать себе на листик, какая должна быть форма. Ну, а так. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это видео помогло. Ну, и всем пока. Пока.